Здравствуйте! Как известно, многие открытия совершаются совершенно случайно. Так, один из самых знаменитых материалов XX века был придуман и разработан в процессе решения совсем другой задачи. Химик и инженер Жак Браденбергер хотел найти способ сохранить скатерть чистой, а нашел материал, совершивший революцию в упаковке пищевых продуктов. А началось все с того, что однажды в 1900 году химик обедал в ресторане, и один из его коллег неловким движением опрокинул бокал красного вина на белоснежную скатерть. Пока официант менял скатерть, у Браденбергера в голове окончательно оформилась идея, как можно было бы защитить скатерть от подобных инцидентов. Он предполагал, что обработав ткань вискозой, можно сделать ее водоотталкивающей. Однако эксперимент потерпел неудачу. Высохнув, покрытая вискозой ткань огрубела и плохо сгибалась. К тому же покрытие оказалось непрочным. Оно отслаивалось в виде тонкой прозрачной пленки. Вот эта пленка-то и заинтересовала Браденбергера. Прозрачная, как стекло, но гибкая и прочная. Она не пропускала воду, но впитывала ее и пропускала водяной пар. Материал выглядел столь многообещающе, что Браденбергер потратил несколько лет для разработки метода его промышленного производства. В 1912 году Браденбергер основал компанию для промышленного выпуска нового материала. Однако ни о какой массовости речь не шла, потому что целлофан был недешев и использовался только в качестве упаковки для дорогих подарков. В 1923 году Браденбергер передал права на выпуск целлофана в США компании Дупонт, и это решение оказалось судьбоносным. Через несколько лет сотрудник американской компании Черч, перепробовав очень много разных вариантов покрытий, смог устранить основной недостаток материала, сделав его непроницаемым не только для воды, но и для водяного пара. И это открытие дало целлофану широкую дорогу в пищевую промышленность. И лишь только с появлением полиэтилена в 1960-е годы этот материал перестал быть лидером рынка. И сейчас очень часто прозрачные полиэтиленовые пакеты по привычке часто называют целлофановыми. Вот таким образом появился целлофан, и он достаточно на много лет старше полиэтилена. Редактор субтитров А.Семкин